Привет! Вы смотрите проект «Опыт свободы». Меня зовут Артем Филатов. Сегодня я хочу разобрать пример белорусского общества в изгнании. Чем их опыт полезен россиянам? И чем отличаются ситуации двух народов? После протестов 2020 года Беларусь покинули несколько сотен тысяч человек. Они не смогли победить Лукашенко, но им удалось построить новое общество в изгнании. И по многим параметрам положение белорусов в эмиграции лучше, чем положение россиян. Им легче выдают визы и виды на жительство, практически не закрывают и не блокируют банковские счета. И, наконец, у них есть признанный лидер. Это Светлана Тихановская. Почему вообще я заговорил на эту тему? Я сейчас живу в Варшаве. А Польша и Литва стали главными центрами белорусской эмиграции. Сюда переехали независимые белорусские СМИ, некоммерческие организации и политические проекты. Здесь очень много самых обычных белорусов и белорусок. И мое первое впечатление, что это общество является значительно более сплоченным, чем наше, российское. И в итоге я сделал целое исследование, для которого разговаривал с правозащитниками, аналитиками, журналистами, активистами и представителями демократических сил. Подробный текст с результатами моего исследования вы можете прочитать на сайте журнала «Холод». А в этом видео пять основных полезных выводов и уроков, которые мы можем извлечь из примера белорусов. Итак, урок номер один. Сильная страна белорусов в изгнании, главное их преимущество, это наличие политического центра, который взаимодействует с западными лидерами на постоянной основе. Белорусов за рубежом представляет Светлана Тихановская и ее кабинет. Можно сказать, что это аналог правительства. Еще есть координационный совет, это протопарламент, в который входят представители НКО, политики и лидеры мнений. И есть национальное антикризисное управление, которым руководит бывший дипломат Павел Латушка. Если помните, он в 20-м году перешел на сторону народа. У Тихановской в глазах Запада и в глазах белорусов есть такой ресурс, как легитимность. Именно ее воспринимают как избранного президента Беларуси, ну или, по крайней мере, лидера по итогам выборов 2020 года. Благодаря этому Тихановская встречается один на один с такими политиками, которым нет доступа у представителей российской оппозиции. Сейчас у ее команды две основные задачи. Они отстаивают права и интересы белорусов за рубежом, напоминают западным лидерам про масштаб репрессий, который развернул режим Лукашенко, и помогают защищать политзаключенных, число которых продолжает расти. В Польше именно команда Тихановской в сотрудничестве с правозащитниками помогла создать полноценную гуманитарную визу для белорусов, а затем гуманитарный вид на жительство. Идеей для этого первыми стали продвигать правозащитные организации. Но убедить польских политиков, что для защиты белорусов нужны особые меры, смогла Тихановская за счет своего политического веса. Сейчас команда Тихановской работает над паспортом Новой Беларуси. Это документ, который, если все получится, смогут получать белорусы за рубежом. Ведь недавно Лукашенко запретил обновлять документы в посольствах за пределами страны и заманивает уехавших в Минск, что крайне небезопасно. У идеи паспорта Новой Беларуси много критиков. Тихановскую и ее команду обвиняют в пиаре. И пока непонятно, когда кто-то из белорусов получит обещанный документ. И все же паспорт Новой Беларуси это что-то более конкретное, чем паспорт хорошего русского, который, как мы помним, был и остается абсурдным мемом. Второй вывод, который мы можем сделать из опыта белорусского общества за рубежом. Людей объединяют в первую очередь не политические программы и идеи переустройства страны после смены власти. Это чаще разделяет, особенно в суперстрессовой ситуации войны и репрессий. Что же тогда сплачивает белорусов в изгнание? На это есть очевидный ответ. Белорусский язык и культура. Все больше людей вне Беларуси стараются говорить на белорусском, который недолюбливает Лукашенко. Также у белорусов есть свой календарь, независимый от власти. Не меньше восьми дат в году, по которым люди собираются в разных точках мира. В том числе это день воли 25 марта, годовщина создания независимого белорусского государства. В 1918 году. И, например, Дазиды. День поминовения предков. Которые наряду с ночью расстрелянных поэтов в конце октября все чаще считают днем памяти политических заключенных. И, наконец, множество культурных событий и фестивалей помогают белорусам держаться вместе, где бы они ни находились. Третий урок белорусского общества, который связан со вторым. Это важность технологических решений. Откуда белорусы узнают друг о друге в этом большом мире? Вот платформа «Новая Беларусь» — сайт и приложение, на котором можно найти информацию о концертах, детских садах, услугах. Здесь есть врачи, репетиторы, локальные бизнесы и масса другой информации. Сейчас к нему постепенно добавляют более политизированный функционал, чтобы белорусы могли голосовать и выражать свое мнение. В общем, это некий аналог госуслуг без государства. И, конечно, внутри Беларуси этот сайт является экстремистским. Кто бы сомневался. Еще есть киберпартизаны. Они, например, хакнули полную базу данных МВД Беларуси. И вместе с такими структурами, как Байпол, могут верифицировать любого жителя страны. В том числе найти потенциальных агентов Лукашенко. Назову и активистские проекты. Например, Дрижбот помогает давать небольшие задания по гражданской активности как уехавшим, так и оставшимся. Есть и разные TikTok-проекты для белорусов. Например, мне нравится аккаунт «Беларусь в цифрах». И, конечно, марафоны помощи политзаключенным, на которых собирают деньги. Это важный пример солидарности. Четвертый урок белорусского общества как раз про солидарность. Это про реальный опыт объединения для решения проблем, которого так не хватает россиянам. Люди в 2020 году в Беларуси вышли на улицы не только потому, что устали от Лукашенко, но и потому, что поверили в свои силы. Перед этим с 2013 по 2020 годы, в прошлое десятилетие, в стране неплохо развивались НКО. Там не было закона об иностранных агентах. То есть было значительно больше доверия, чем в России. То есть самодур Лукашенко менее системно подходил к тому, как расправляться с оппонентами. В то время как в России Кремль просто проехался катком по всему живому. Таким образом, из Беларуси после 2020 года уезжали люди, которые хорошо знали друг друга и доверяли друг другу. У них был опыт совместных инициатив в своей стране, и они продолжают его в эмиграции. Россияне в изгнании значительно более атомизированы, в том числе потому, что жили до этого как минимум 10 лет в стране, где власть сознательно разрушала социальные связи. Пятый урок про время. Прямо сейчас оно не на стороне общества, а на стороне Путина и Лукашенко. С момента протестов в Беларуси прошло больше трех лет. Хотя казалось, что общество вот-вот скинет диктатора. Путин начал, очевидно, тупиковую полномасштабную войну почти два года назад. И его режим не рухнул под тяжестью военных расходов и колоссальных людских потерь. Таким образом, жизнь уехавших, в том числе гражданского общества, это планирование в долгую. Сейчас это мучатся белорусы, которым предстоят новые выборы Лукашенко в 2025 году и, возможно, разочарование после них. И выстраивать работу в долгую придется российской диаспоре, конечно же, которая формируется в разных точках от Тбилиси до Лиссабона. С некоторыми вещами нужно просто смириться. Например, уехавшая часть общества неизбежно теряет контакт со ставшимися по многим важным вопросам. Можно постараться не ссориться и не оскорблять людей из-за их выбора и мировоззрения, но по-настоящему повлиять на ситуацию внутри страны, находясь за границей, не смогла и белорусская оппозиция. Может быть, все впереди, и будет найдено какое-то гениальное решение. Но оно должно стать поистине революционным, ведь главный союзник оппозиции — это интернет и открытые коммуникации, а у диктаторов есть силовики. Конечно, в этих условиях громко заявляют о себе проекты вооруженной борьбы, такие как белорусский полк имени Костуся Калиновского. Это подразделение из примерно 300 человек на стороне Украины. Но при всей известности, по факту это нишевые проекты, которые готовы поддержать небольшая часть общества. То есть, может быть, добро и приходит с кулаками, но объективно желающих в этом участвовать совсем немного. Здесь, кстати, возникает еще один вопрос. Если за рубежом находятся сотни тысяч белорусов и россиян, которые уехали от репрессий и в российском случае от войны, то почему же они не могут объединиться против двух диктаторов и вместе защищать свои права в эмиграции? На это есть предельно конкретный ответ, который лучше всего в недавнем интервью мне сформулировал политолог Артем Шрайбман. Здесь важно понимать, что две диаспоры исходят из принципиально разной точки по двум критериям. Во-первых, степень соучастия Белоруссии в войне, она не такая, как степень участия России в войне, очевидна. Соответственно, коллективная ответственность, которая применяется к россиянам, она не распространяется на всех белорусов. Даже на белорусский режим, можно сказать, что к нему отношение другое, нежели к путинскому. Это первое отличие, то есть в степени греха в глазах западных элит. И это делает работу диаспоры более простой. И второе – это отсутствие в российской современной истории аналога 2020 года. То, что было у белорусов, и то, благодаря чему белорусы смогли сепарировать себя от своего режима в глазах Запада. Этого не произошло в России, подобного события, которое могло бы показать западным элитам, что, кажется, мы имеем дело с властью-узурпатором, с властью, которая не представляет мнение большинства народа, и действия которой нельзя экстраполировать на народ в целом. Таким образом, белорусские политики никогда в обозримом будущем не объединятся с российской оппозицией. Еще можно услышать от некоторых лидеров мнений упреки в адрес россиян в высокомерии, но основная проблема все же в отсутствии совместной конструктивной повестки. При этом контакты между журналистами, активистами, правозащитниками возможны и продолжаются. Так же, как контакты между обычными людьми. Среди россиян сейчас проскальзывает токсичная идея, что у белорусов все получается, что они способны решить любую задачу, и что россияне ни на что не способны. Такое черно-белое мышление, во-первых, не учитывает всей сложности белорусской ситуации, а там есть и конфликты, и, во-вторых, ничем не помогает нам, россиянам. Наблюдать за белорусским примером полезно, чтобы понимать, каких результатов может достичь более сплоченная и политически мотивированная диаспора, чем нынешняя российская. Но в обоих случаях речь идет о достижениях и провалах на очень длинной дистанции. И тем более, сейчас совсем не ясно, кто, когда и каким образом избавится от диктатора, кто сделает это быстрее, россияне или белорусы. Если вам интересен этот разбор, то посмотрите еще два моих интервью по теме с политологом Артемом Шрайбманом и с руководителем российской программы фонда Эберта Алексом Юсуповым. И, конечно, подписывайтесь на канал «Опыт свободы», здесь много интересного. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok